Я сыграл в более чем 30 батлграундов, и начиная сегодняшнее видео я начну делать террорист батлграундов в роблоксе. Всем привет, с вами я Скелет, и сегодня первая часть моей новой рубрики террорист батлграундов. Перед началом видео, ребята, если оно вам понравится, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. 500 лайков, и я выпускаю вторую часть террориста батлграунтов. В сегодняшнем видео у нас будет 15 батлграундов, которые я буду оценить по критериям. Критерии вы сейчас видите у себя на экране. Ну что ж, можете в комментариях предлагать в какие еще батлграунды сыграть, ну а я не буду больше тянуть. Приятного просмотра. Робуксы по самой дешевой цене? Тогда тебе на сайт rbxl. На этом сайте вы можете купить робуксы по самым выгодным ценам. rbxl имеет огромное количество положительных отзывов, а значит им можно доверять. На rbxl робуксы всегда есть в наличии, а для тех, кто хочет получить их совершенно бесплатно, сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями и получай робуксы с первой покупки друга, а также выполняй задания и получай за это робуксы. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо, не беспокойся за безопасность своего аккаунта. А при покупке используйте мой промокод скелетик, который даст вам 20 робуксов в подарок. Все это только на rbxl. Ссылка на сайт будет в описании. Jujutsu Shana Miga Честно скажу, в этот плейс я не играл вообще. Зайдя в него, я удивился какой он прикольный. Достаточно плавной анимации, неплохой файтинг и небольшое количество персонажей, но с хорошей механикой. Разрушаемость карты не настолько плохая, как в RR, и плейс в общем-то мне зашел. Бесплатный PS Plus добавляет еще баллов к этому плейсу, но техника экстенда комбо в Рагдолле портит боевку, так что моя оценка 9 из 10. S-тир. Курсет арена. Да я запакался! Я не с эмоцизнулся! Не, это я не так, как в РТ. Плейс полный кал. Станы фиговый, персонажи фиговый, карта пустая, сказал бы я, но те времена уже прошли. И спустя долгое время плейс изменился в действительно лучшую сторону. Единственное, что ему не хватает, это наверное более лучшего файтинга, системы станов и оптимизации. А то при фиолетовом Годжи и некоторых кассценах FPS дропается до 20, это, я бы сказал, ненормально. Учитывая то, что у меня мощный ПК. Ну что ж, моя оценка 7 из 10. Плейс неплохой, но играть я бы в него не стал. А, тир. Sorcerer Battleground. Боевка тут ужасная, слишком уж она деревянная, но вот скиллы и ульта это просто шедевр. Я не пойму, как можно было сделать офигенные скиллы, анимации и кассцены, офигенный домейн клэш, но не сделать нормальные клики, дэши и систему стана. Карта тут интересная и красивая. Достаточно проработанное здание, которое ломается некоторыми скиллами и, в общем-то, всё. Моя оценка 9,5 из 10. Только из-за боевки я понизил оценку. А так, плейс классный, могу советовать. S-тир. Realm Ramp. Боевка просто офигенная. Станы и хитбоксы чуть-чуть хромают, но, в принципе, имба. Домейн клэш просто офигенный. Персонажи тут прикольные и огромный плюс этого плейса в том, что тут персонажи из всех вселенных. Они постоянно будут пополняться, так что вообще всё шикарно. Механики эрок очень прикольные. Карта похожа на GGS, но я бы сказал, что она лучше. Моя оценка 9,8 из 10. S-тир. Heroes Battlegrounds. Сыном грам walls. Сыном грамма. Сыном грамма. Сыном по-арвариту. Честно скажу, во все батлграунды в этом видео, кроме Realm Rampage, я играл впервые, и это просто лучший батлграунд, в который я играл. Анимации, дэши, карта, клики, каст-сцены, вал комбо, боже мой, это просто произведение искусства. Добивания, интересные посылки, да тут еще и боссы намного лучше, чем в курсе старения. Ё-моё, этот плейс однозначно 11 из 10. S-тир. Тут даже слов не хватит, чтобы описать шедевральность этого плейса. Всем советую к игре. Unlimited Battlegrounds. Честно, странный батлграунд. Тут какое-то все деревянное, звуковое сопровождение ну такое себе, карта такая себе, да, и сам батлграунд честно странный. Говорить не о чем, а я оценка 4 из 10, так как тут хотя бы какая-то боевка да и имеется. Аниме Unlimited. Честно скажу, это что-то наподобие СБРа Юбы, батлграунда и дефолтного аниме Tower Defense, но задумка шикарная. Персонажей много, задания имеются, карты, над которыми видно, что старались, плавные анимации и многое другое. Плейс крутой, но моя оценка 8 из 10, потому что тут приходится постоянно ждать окончания боя, и это не очень. Также, ну, чего-то ему просто не хватает, так что моя оценка 8 из 10. А, Тир. Iconic Battlegrounds. Да меня Джо Байден бьют! Я типа американский супергерой президент Америки, у меня нет прав тебя бить или что? Плейс вышел странным, задумка правда интересная, но получилось не очень. Персонажи прикольные, но не их скиллы или добивания. Игра не очень, но в принципе играть можно. 5 из 10. Байтир. Legends Battlegrounds. Продолжение следует... Плейс просто стуксшибательный. Плавные удары, насыщенная и прикольная карта, хорошие дэши и анимации, просто на высшем уровне. Минусы только в том, что тут один персонаж и все. Моя оценка 9 из 10. Ultimate Battlegrounds. Неплохой батлграунд, но чего-то ему не хватает. Анимации, дэши и все остальное на высшем уровне. Но он какой-то... Ну, как будто бы что-то вон это, вон то, вон то, вон то. В общем и целом я ставлю 7 из 10. Чего-то ему не хватает. Атир. Z Battlegrounds. Очередная песочница. Удары такие себе, дэши более-менее, но боевка и карта странные. Оценивать тут мало чего, чисто на любителя. Моя оценка 5 из 10. B-тир. C.E.A.S. Battlegrounds. Очень неплохой батлграунд. Хорошая боевка, очень красивая карта и 4 персонажа плюс персонаж заранее доступ. Механик тут таковых-то и нету, но это все равно не мешает плейсу занимать высокое место в стерлисте. Моя оценка 8 из 10 из-за отсутствия механик и чего-то ему не хватает. Засложенное топ-1 место в отеле. Pirate Battlegrounds. Тут просто скип. Простая песочница с кривым звуком и хитбокс это, ну это полный пиздец. Что-то в этом плейсе есть, но моя оценка 3 из 10. C.E.A.T.E.R., потому что над ультой хоть как-то старались и пытались придумать чего-то нового. Seven Sins Battlegrounds. Плейс достаточно неплохой, заслуживает место в B-тире. Боевка, карта, да и все остальное заслуживает прям место в B-тире. Механики не нашел, плюс там тут странно работает. Ну, короче, не буду тянуть, моя оценка 5 из 10. B-тир. C.E.R.S. Battlegrounds. Один из лучших батлграундов, которые я видел, но даже у него есть минусы. Во-первых, система станов тут не очень, но скиллы, добивания и, в общем-то, карта комментирует это. Также, персонажей тут не очень много, но персонажи хотя бы проработаны и у некоторых даже есть механики. Честно скажу, моя оценка 7 из 10, но, как по мне, раньше эта игра была намного лучше. Что ж, заслуженный A-тир. И последний оцененный батлграунд в первой части. Вот такое видео вышло, ребята. Надеюсь, первая часть вам понравилась и не забывайте писать комментарии с батлграунда, в которые мне следует сыграть. Как я и говорил, 500 лайков и я выпускаю следующую часть. Ну, а я желаю всем всего хорошего, до новых встреч, пока!